В этом ролике я сделаю превью в стиле Блэк Раши за 5 минут. Сразу скажу, друзья, я не какой-то там мастер по фотошопу, но хоть что-то доумею. Сейчас я большинства делаю простые превьюшки, которые не занимают большого количества времени, друзья. Также очень простая превьюшка я делал для обнова. Здесь вот просто обрезал себе стоп-кадр, так сказать, из видео. Накинул вот эти железные прути, типа тюрьма. Накинул себя, обрезал. Ну и, естественно, обычный просто фон, картинка. У всех разные вкусы, кто делает превьюшки. У кого-то превьюшки занимают там примерно 1 минуту работы, да? Там вообще нечего делать, грубо говоря. Как у меня некоторые превьюшки, которые там накидывают фон, накидывают там газот, машину. Все, превьюшка как бы готова. А есть превьюшки очень сложные, которые люди тратят там несколько часов, возможно, целый день даже. Вот, допустим, превьюшки Денера. Они очень проработанные, качественные. Он очень много тратит, наверное, время на них. Но есть такие, как и я, кто делает превьюшки там в течение 2-5 минут. Допустим, в этой превьюшке, которая была сделана для ролика с промокодами, Здесь просто добавлен газон, друзья, небо, автомобиль и вот такой вот небольшой логотипчик, так сказать. Немножечко я его порезал, чтобы хоть как-то был влитой на автомобиле. Ну, а также добавил вот такую стрелочку для привлечения внимания. Все, друзья, здесь особо-то делать нечего. Самое главное для меня это, чтобы превьюшка очень сильно привлекала, чтобы люди захотели тыкнуть, так сказать, на видео. В моем понимании для этого она должна быть очень красочной, очень яркой, какой-то красивой, с какими-то вызывающими цветами. Например, это же превьюшка, здесь есть яркое, красивое небо, здесь есть газон, так сказать, трава зеленая, прям яркая-яркая, выжигает глаза. Есть красная прям стрелочка, что привлекает внимание. Ну и автомобиль, естественно, красивый, с высоким разрешением. И также небольшой логотип BlackRush, что дает понять, что ролик снят на BlackRush. Вариантов превьюшки огромная масса, и тут уже ограничения только вашей фантазии. Заходим на Яндекс или Гугл и пишем, допустим, телефон PNG смартфон, чтобы нам выдало без фона. К сожалению, здесь не все картинки с вырезанным фоном, но это нам никак не мешает. В общем, находим любой телефончик. Допустим, вот этот Android, такой маленький, красивый, хорошенький. Все, сохраняем ее. Теперь в Photoshop и создаем наш пресет, пишем ширину 1920 на 1080. Все, теперь создаем, и у нас появляется вот такой просто обычный белый фон. Перетаскиваем сюда наш телефончик, который мы скачали. Нажимаем правой кнопкой мыши на волшебный ластик, чтобы удалить этот везде белый фон. Любые превьюшки и фотографии я делаю в Adobe Photoshop 2020 года. Теперь нажимаем Ctrl-T, и у нас выделяется наш телефончик. Теперь давайте растянем его на весь экран. Важно еще понимать, друзья, то, что вашу превьюшку никто вот так вот не видит. На большом экране, на растянутом, никто ее не видит, друзья. Только там, наверное, на телевизорах более-менее там будет все видно. Так что пытаемся, наверное, максимально растянуть ее, чтобы зрителю максимально можно было разглядеть, и все было четенько. Давайте растянем ее вот, например, вот так вот, с таким углом. Теперь в Photoshop нажимаем на кисточку и выбираем, допустим, какой-нибудь цвет. Давайте выберем, попробуем зеленый. Выбираем наш слой 0, чтобы здесь можно было рисовать, чтобы мы не закрасили наш телефончик, да? Закрашиваем наш слой 0 вот так вот полностью в зеленый цвет. Все, друзья, у нас зеленый фон есть, как бы, да? Можно выбрать любой, можно выбрать тут и синий, какой только хотите. В общем, тут уже на ваш вкус и цвет, так сказать, справа здесь палитра, можно выбирать. Теперь давайте найдем для красоты какой-нибудь HUD из GTA. Пишем HUD GTA и обязательно добавляем приставку PNG, друзья. PNG это будет у вас большинство фотографий без фона. То есть пишите в поисковик любую вашу картинку, любое название картинки и добавляете приставку PNG. И вам будут выдаваться фотографии некоторые, которые без фона. Вот здесь есть несколько вариантов HUD. И опять же, друзья, не все картинки прям с вырезанным-вырезанным фоном. И сейчас я покажу, что в этом случае делать. Перетаскиваем наш скачанный HUD и кликаем правой кнопкой мыши на ластик. Выбираем волшебный ластик и тыкаем по нему два раза. Раз и два. Все, друзья, белый фон у нас вырезался. Если еще где-то беленьким осталось, тоже тыкайте сюда и все, друзья, как бы, все отлично. Нажимаем Ctrl-T и давайте его как-нибудь уместим, например, вот так вот. Теперь давайте скачаем какой-нибудь скин. Так и пишем Skin, Krmp и обязательно PNG. И нажимаем Enter. И вот что у нас выдает. Допустим, вот этот скин, он, честно сказать, такого себе качества, друзья. Ну, давайте, к примеру, его возьмем, так как он все-таки из КРМПшки, а не из Сампа. На самом деле, очень мало качественных скинов из КРМП в поисковиках. Поэтому приходится брать некоторые скины, наверное, из Сампа. Перетаскиваем фотку и удаляем фон волшебным ластиком. Можно, конечно, по-другому это все удалять, друзья. Не будем ударяться в подробности. Потому что есть такие фотографии, где волшебным ластиком плохо как-то убирается. Что-то нужно оставить, что-то нет. Это уже нужно делать выделениями, друзья. Выбираем вот эту штучку и выделяем нашего персонажа. То есть обрисовываем, потом выделение маска. Там уже, в общем, по-другому. А здесь самый простой вариант. Можно, друзья, выбрать ластик еще раз, волшебный ластик. И вот так вот тыкаем и все, как бы скин у нас есть, да есть. Нажимаем Ctrl-T и давайте его как-нибудь вот так вот растянем. Примерно вот так вот. И остальное лишнее мы просто удаляем. Выбираем наш слой и вот здесь вот раз-раз-раз, чтобы у нас из телефона не торчал. Теперь по-быстрому находим любое небо. Допустим, пусть будет вот это небо, сохраняем его, добавляем небо и растягиваем его, чтобы он тоже не вылазил за края нашего, так сказать, телефона. И перемещаем этот слой на второй, допустим, вот так. Все, вот так у нас примерно получается. Давайте я все-таки поменяю наш основной фон, так сказать, на, к примеру, желтый, вот такой вот. Старайтесь выбирать яркие цвета в ваших превью, чтобы это было красочно. Теперь давайте найдем, допустим, трава PNG. Давайте, к примеру, выберем вот эту траву, сохраняем ее. Закидываем наш газончик, так сказать, ну и давайте примерно пусть будет вон вот так вот. Меняем положение слоя и теперь оставшиеся просто стираем ластиком. Вот так вот это мы делаем. Теперь давайте отрегулируем цвета, выбираем наше небо и нажимаем Ctrl L. Самый последний полсунок двигаем и у нас повышается яркость, друзья. То же самое делаем с травой, нажимаем Ctrl L и делаем яркость травы вот так вот, допустим, чтобы промашь выжигала глаза, да? Ну и, конечно же, про наш скин не забываем тоже. Давайте сделаем его поярче. Допустим, вот так вот. Ну и, конечно же, я не забыл про логотип BlackRush, друзья. Его обязательно сюда нужно добавить, чтобы люди понимали, что ролик вы снимаете на BlackRush. Пишем логотип BlackRush и добавляем обязательно PNG. И вот у нас выскакивает морда медведя. Тоже сохраняем ее. Она уже обрезана, это я 100% знаю, потому что я сам несколько раз это скачивал. Перетаскиваем наш логотип и давайте его куда-нибудь приткнем, так сказать. Например, можно поставить его вместо кулака. В общем, куда-нибудь его приткнуть. Ну, я, допустим, поставлю, наверное, вот сюда. Он здесь более-менее, так сказать, смотрится. Еще учитывайте, друзья, когда вы добавите свое превью и выложите свое видео, здесь будет у вас отображаться время вашего ролика. И старайтесь притк сюда ничего вот так не добавлять. Иначе просто у вас тут не особо будет видно и не особо понятно, так сказать. Тут время просто будет. Вот. Примерно можно добавить его вот так. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши и переходим в параметры наложения нашего логотипа. И давайте добавим немножечко свечения. Да, вот внешнее свечение есть, чтобы он немножечко выделялся, так сказать, да? Добавляем свечение тоже примерно такого желтого цвета, так сказать, для красоты, да? Нажимаем ОК, ОК и сохраняем. Если ты еще не начал играть на Блэк Раше, то скачивай игру по ссылочке в описании. Заходи на сервер Индиго, вводи мой ник при регистрации ЛМайк Гуант, а также на втором уровне вводи мой промокод хэштег ЛМайк и получишь очень много бонусов. Здесь можно, конечно, доработать все и классно сделать. Допустим, этот скин, можно его получше, так сказать, обрезать, да? Уже не волшебным ластиком, а уже выделением. Сделать красивенько все, чтобы плавненько все было, да? Без каких-либо резких скачков, толчков. Но кому это надо, если никто это не видит, можно сказать, да? Можно поработать с размытием, тенями, свечением. Нажимаем правой кнопочкой на лупу и у нас есть здесь инструмент осветлитель и затемнитель. Допустим, в затемнитель можно нарисовать какие-то тени, да? Выбираем нашу травку и, допустим, вот рисуем тени здесь какие-нибудь, да? Примерно вот так. Допустим, можно выбрать наш скин, там, очки ему чернее, да? Вот так вот сделать. Нос ему там почернее сделать. Более-менее тени прорисовать, да? Как-то вот так вот сделать. В общем, я к тому, что сделать можно все, что угодно. Еще раз повторюсь, друзья. Кому, если не понравилось там, не судите строго, друзья. Сделал все на скорую руку примерно вот так вот. Думаю, более-менее нормально. Ну, а кому понравилось данное превью, я залью обязательно на Google и Яндекс.Диск. И вы сможете скачать этот пресет и оттолкнуться от него и сделать, к примеру, под свое видео, допустим, да? Все в вашем распоряжении. Надеюсь, что ролик получился достаточно интересным и информативным. Если вам зашла такая рубрика и, возможно, мне потом снять, как я монтирую ролик или как смонтировать ролик или еще что сделать, обязательно пишите в комментарии. Всем удачи, друзья, и всем пока!